Так вот, значит, что я вам сейчас скажу о какой невероятной по своей силе и глубине и по парадоксальности идее, которая пришел Лоэн. А идея эта заключается в том, что когда человек получает какую-то психотравму, то есть психотравма это, собственно говоря, событие, во время которого он испытал боль, здесь происходит несколько вещей, когда он эту боль испытывает. Смотрите, давайте их тщательно перечислим, потому что это очень важно. Первое. Чувство вины, чувство стыда. Ну, собственно говоря, все эти чувства, которые так или иначе носят травматический характер, это, внимание, это всегда есть, ничто иное, как соло, исключительно, только спазм ненависти к себе. Все, больше ничего. Спазм ненависти к себе поулованы носит фундаментальный, формообразующий, первичный, первоначальный характер. Все остальное, ненависть к другому, ненависть к обстоятельствам, ненависть к прошлому, к будущему, к родителям, потомкам и так далее, это все, это все не просто втаично, а это уже в той или в иной степени является, внимание, формами вытеснения спазма ненависти к самому себе. Вот такая вот абсолютно гениальная лоуэновская концепция. Больше всего она была развита в его книжке «Любовь и оргазм». Всем рекомендую к прочтению. Но это, правда, довольно толстая книжка, такая фундаментальная. И она так очень серьезно написана. Какой-то популярной наподобие книжек Эрика Берна ее, к сожалению, ну или не к сожалению, но ее точно не назовешь. Вот. И, собственно говоря, когда кто-то объявляется виноватым, то он это делает, то это происходит по одной единственной причине. Только для того, чтобы снять вину с самого себя. Второе, еще более фундаментальное открытие, сделанное Лоуэном. Заключается в том, что «А эта вина не снимается, она носит неснимаемый характер». Понимаете, она не снимается, а что с ней происходит? А она вытесняется. Вытесняется в то самое бессознательное. И дальше происходит очень интересная вещь. Что из себя представляет, собственно говоря, вот сам этот спазм ненависти к себе? Понимаете, Лоуэн делает очень глубокий анализ этого спазма. И приходит к потрясающему по своей глубине и парадоксальности выводу. В тот момент, внимание, в тот момент, когда мы испытываем спазм ненависти к себе, мы с вами занимаемся тем, что момент этой ненависти мы отрицаем. Мы убиваем, мы отрекаемся от какой-то части самого себя. Другими словами, чтобы было проще, тогда, когда нам очень сильно не нравится какая-то ситуация, то пункт первый, нам не нравится не сама ситуация, а нам не нравится то, как мы себя в ней повели. Да? Но это еще не все. Пункт второй. То, как мы себя повели, нам не нравится настолько сильно, что мы испытываем ненависть к себе, тому, который себя так повел. И испытывая эту ненависть, мы сами себя убиваем на символическом уровне. А что такое убийство на символическом уровне? Это есть не что иное, как вытеснение бессознательное. И таким образом происходит потрясающая вещь, которая, по сути, заключается в том, что, когда мы что-то вытесняем, то нам только кажется, что мы вытесняем ситуацию, человека, поступок. Мы на самом деле вытесняем свою реакцию. Пункт второй. Когда нам кажется, что мы вытесняем свою реакцию, то мы на самом деле вытесняем не свою реакцию, а мы на самом деле вытесняем ту часть нашего психического пространства, ту часть нашего «я», в которой эта реакция развернулась и в которой она происходила. Представляете? И таким образом происходит следующее. Мы отрезаем от себя кусок нашего психического пространства и погружаем его, вытесняем его в бессознательное, где он начинает вести свою собственную бессознательную жизнь. Представляете? А теперь, внимание, вопрос на засыпку. А каков характер этой бессознательной жизни, которую там вот этот кусок психического пространства начинает вести? Каков ее характер? И здесь слово он дает еще более парадоксальный и еще более глубокий ответ. Знаете, каков характер этой жизни? А на самом деле, та жизнь, которую ведет этот вытесненный кусочек нашего психического пространства, заключается в одном единственном моменте. Знаете, в каком? А только в том, что оно хочет, желает одного единственного. Оно желает снова воссоединиться с основным скоренным пространством. Все. Никаких других целей, никаких других задач, вытесненного куска нашего психического пространства нет. Дальше следующий вопрос. А как оно может это сделать? И еще более парадоксальный ответ. Вот сейчас мы находимся в самой глубине учения Лоуна. Понимаете, чтобы вы понимали, насколько оно глубокое, насколько оно носит глубокий характер и насколько оно эффективно способствует и содействует психотерапии, исцелению потерянных человеческих душ. А оно может это сделать одним единственным способом, а именно искусственно создать ту ситуацию, в которой оно было отвергнуто, для того, чтобы хозяин переиграл свое решение и принял вот эту вот вытесненную, отвергнутую часть своего «я». Представляете? На что мы выходим таким образом? Таким образом мы с вами выходим на то, что, собственно говоря, все повторения травм, ретравматизации, сценарии, вот это вот все, да, благодаря чему мы спотыкаемся постоянно об одно и то же, имеют под собой одну единственную цель. Холистическое исцеление психики. Какая фантастика, да? То есть все то, от чего мы страдаем, нашей психикой организуется только с целью нас исцелить и нас вылечить. Продолжение следует...